девочки здравствуйте сегодня хочу вам показать обзор на вот этот лак вена лиса вы видели кто не видел я оставлю ссылочку в конце видео обзор их у меня несколько я уже не помню сколько штук там 8 что ли мне очень понравился красный девятьсот двадцать шестой он даже в один слой такой интенсивный но я все равно всегда два слоя кладу для крепости маникюра а вот за читать 1 2 а это это у меня краска была это не лак 1 2 3 4 5 6 7 лаков было мне это я в тирку пробовал 7 лаков мне очень понравился красный я вот хочу попробовать именно уже на натуральных ногтях а не на типсик сейчас все ничего там сверх сложного не будет сейчас мы протестируем этот лак как он вообще ложится какая там кисточка потому что типсы типсами а надо на ногтях его проверить потом сделаем стемпинг тоже там ничего сверх сложного просто протестируем лак главное сегодня протестировать лак ну и конечно я без темпинга не хожу значит базу я уже нанесла от коди не буду тратить ваше время на нанесение базы при вас и так сегодня долгое будет видео потому что покрытие буду вам показывать обычно я покрытие уже не показываю если лак уже я вам показывала так как это новый лак я буду вам показать и покрытие база от коди а вот лак вена лиса мне очень нравится то что он цветной тюбик я это очень люблю и совпадает цвет помним что первый слой не надо класть толсто постарайтесь сделать тоненько тем более красным лаком считается сложнее всего делать маникюр потому что все погрехи видно на красном лаке поэтому не советую делать толстенько так отлично вот кто обычными лаки лаками пользуются они могут себе толстый я вот по привычке всегда когда только начинала гель лаком я мне хочется хотел сразу ну я не могла понять ну как же так тоненько класть лучше три слоя но в гель лак любит чтоб тоненьким так лучше будет кстати недавно девушка мне написал катя сколько лет вы пользуетесь он вообще попробовали гель лак сами да я все считала считала в общем шесть лет назад я купила лампу то есть я попробовала в салоне по моему сделал первый раз я уже не помню как это было по моему в салоне один раз я сделала посмотрела как девушка это делает и поняла что я точно так же смогу это повторить и сделаю даже лучше чем она мне сделала потому что я жила за городом и мне маленький ребенок вот моей дочке сейчас уже восемь лет ездить там в салон у меня не было возможности что я жила в лесу можно сказать садик у меня дочка пошла в 4 годика и 2 тоже пойдет в 4 поэтому я была с дочкой них а я фанат маникюра мне очень хотелось ногти самой красить надо так вот на большой стараться не крутить пальцы сильно чтобы лак не затек потому что я не люблю сушить четыре пальца я знаю что правильно сушить 4 мне жалко время честно говорю на отдельную просушку пальца чудесный лак девочки он вообще не затекает я тут сама на мазюкала вообще я старалась тонким слоем покрывать и я считаю что для тонкого слоя он очень неплохо сидит сегодня я буду использовать свою кристалл лампу она у меня тут стоит после того как я типсы тестировал я в ней типсы тестирую потому что здесь не сенсорная но воспринимает и я уже не стала менять на сан потому что хорошая лампа я ее люблю пусть стоит пока сегодня буду сушить кристалла а меня недавно девушка писала что вы забросили свою лампу кристаллу вот я ее не забросила она у меня вот стоит я их менять по очереди в зависимости от целей которые я преследую все 30 секунд я сушу в ней цвет она просушивает даже синди лаки которые очень считаются очень сложно сушиться особенно в лет лампах ну а так как она гибридная то она хорошо справляется так второй слой мы сейчас по быстренькому нанесем тут уже все понятно тут уже ничего сложного все девочки нанесла второй слой посмотрите чудесный лак конечно кстати на коротких ногтях лучше всего смотрятся именно красные сливовые такие темно-баклажановые вот на коротких ногтях это просто супер смотрится супер вот поэтому мне очень понравился этот лак смотрите я сейчас быстро сделаю вторую руку и мы приступим с вами к стемпингу девочки посмотрите чудесный лак я очень довольна он не затекает то есть если вы сами не намазюкаете криво то он вообще не затекает я даже правую руку вот так вот красила правой ногтей нормально ничего тут не затекло мне он очень понравилась консистенция мы снимаем сейчас липкий слой потому что я буду делать стемпинг если вы делать стемпинг не будете то вы просто покроете топовым покрытием кстати вот венолиса я взяла у них очень хороший безлипкого слоя обязательно еще и воспользуюсь я не буду использовать к пудре я вопрос вот так буду может стать и сегодня его использую вот он он мне очень понравился как он блестит он у него блеск обалденный вот наверное сегодня вместе с ним сделаю потом кстати а вы знали я только недавно узнала что за крепость лака отвечает не топ а какой базы вы пользуетесь и там девушка говорила на мастер по маникюру я не профессионал я вообще обычная домохозяйка что хоть как вы хотите типа топ мажьте главный успех это база я была очень звена мне все оказалось что главное это топ что вы об этом думаете напишите мне вот какое вот ваше мнение все моя любимая часть сегодня будет у нас сейчас расскажу по очереди я буду использовать пластину мою любимую с алиэкспресс excel она это эмочка я вам струс их показывала я сейчас у меня смотрите их можно я нашла где по одному заказать по одной штучки можно набором по четыре выбирайте там пишите сообщение какие м и ц точно берите они самые вообще бомбезные просто значит смотрите сегодня я буду использовать сейчас покажу рисунок какой сегодня буду использовать вот эти эту на левую руку это на правую в два этапа сейчас начнем вот сейчас вам все покажу а значит сейчас начну с белого берите любой ваш белый лак у меня мунда де у нас и прозрачный штамп сегодня будут все свои прозрачные штампики я просто люблю иногда не успеваю чистить потому что вам показываю я люблю когда у меня под носом несколько штампов стоит мне так удобнее потому что я съемку делаю все такое болтаю и иногда не успеваю почистить скребочки вот один у меня два моих любимых а третий потерялся я вообще не знаю где то ли я выкинул мне с салфеткой сегодня будут заказывать на али вот там дешевые скрабы которые вообще ужасные они скрабы а тем штампы но к ним всегда идет вот мой любимый этот самый скребочек поэтому буду его заказывать на на сразу две штуки потому что они все равно царапаются а пластины портятся хочу еще заказать потому что потеряла один а если я второй потеряю вообще мне быть неудобно так девочки приступаем начинаем с белого тут достаточно широкий рисунок поэтому тут надо очень аккуратно смотреть что проплешин не было так сейчас начнем вот так вот на безымянный сейчас вам ничего не видно а то вам все сфотографирую смотрите рисунок очень широкий будьте аккуратны будьте аккуратны при переносе потому что он должен быть без проплешин да старайтесь он конечно когда тонкие вот эти их проще переносить сразу вас предупреждаю но мне нужно для сегодняшнего дизайна именно широкие линии не узкий рисунок я вам потом объясню почему так чтобы нам ничего не мешало здесь это двигаем попавшие на кожу все так чистим штампик отлично видите по красивым все очень мило потом я вам покажу что дальше делать сейчас пока переносим только белый красивые главное помнить что на правую руку в другую сторону чем мне нравятся вот эти пластины что не в зеркальном это просто вообще это так классно что не в зеркальном отображении рисуночки вы видите девочки я вам к 6 раз уже показываю вдруг кто-то первый раз смотрит приходится повторять потому что не все являются моими подписчиками и случайно попадают на видео да поэтому я буду повторяться ой спачкала немножко ноготь салфетки сегодня с алиэкспресс я использую вот эти получил их мне они очень нравятся дешевые 100 рублей стоят за тысячу штук значит они без липкого ой они для снятия липкого слоя они без ворса без ворсовой салфеточки всем советую ссылочки все оставлю под видео так дальше продолжаем сейчас мы с вами по быстренькому сделаем этот этап тут просто надо забить обязательно все бороздочки посмотрите как красиво секунду мне тут надо так чтобы попал кружочек я хочу чтобы попадал кружочек на ноготь но я не хочу перекрывать весь лак потому что мне очень нравится этот лак когда мне нравится лак то у меня нужен не только как подложка под стемпинг мне хочется его показать а лак мне этот очень винилиса понравился красный просто вообще бомбезные да там все хорошие лайки два слоя вообще супер кисточки удобные объем хороший еще супер напишите мне какие лаки вот на али вам нравится чтобы был цветной тюбик вот цветной ну как флакончик я люблю цветные флакончики вот я еще жду ну специально для вас заказал на обзор два лака совершенно не пока они называются в цветном флакончике напишите если вам нравятся какие то в цветных флакончиков с алиэкспрессом потому что там недорогие лаки я могу на обзор купить я люблю брать сразу несколько цветов а знаете когда лаки стоят извините 900 рублей у нас 600 500 400 там ну один возьмешь да там на крайний случай а тут все таки если лак стоит 170 150 рублей то я могу купить там пять цветов чтобы вам на обзор показать поэтому с али конечно если вы знаете хорошие гейлаки в цветном тюбике я с удовольствием воспользуюсь вашим советом и для своих же подписчиц тоже возьму на обзор потому что многим интересно хорошие новые лайки нам попробовать о весь палец из мазюкала но зато как красиво видите как вот он боком открывает лак мне это очень нравится очень мне это нравится я с удовольствием ой похожу с этим лаком сейчас я очень сто лет не делала такой вот красный именно как то я про красный вообще забыла я просто фанат вы заметили таких вот синих голубых лаков фиолетовых таких вот на этих космических темных я очень люблю такие лаки темные мне приятно в них ходить я же не просто для вас снимаю я же еще с ними живу я с ними хожу там минимум десять дней две недели и мне как бы приносит удовольствие такие яркие темные лаки я прям балдею поэтому у меня много таких маникюров я очень люблю хром пудру тоже мне она моя новая страсть кстати я тоже смотрел и мне писали что многие подсели на хром пудру мне тоже нравится жду тут еще еще жду заказала там одну потом вам покажу пока все дойдет тут на мизинец много не перенесет скажет мне главное чтобы даже на мизинец попала кружочек мне бы хотелось чтобы он попал хотя никаких стразов я лепить сегодня не буду все девочки смотрите теперь я хочу второй слой наслоением сделать черный сейчас я куда-то я делала а вот он и вы делаете это слегка вниз со сдвигом да ориентируйтесь на вот эту капельку точечку здесь кстати вы можете вот на этот вариант взять любой рисунок только я вам советую вот смотрите допустим вот это очень тонкий вот для наслоения вот именно в данный момент что белый с черным нужно брать чтобы вот как это дерево видите широкий рисунок как вот это как вот это не тонкие ажурные не берите вот я пробовала и так и сяк мне не нравится чтобы было эффектно именно черно с белым нужен чтобы орна вы не обязательно если у вас нет этой пластины вы можете любую но найдите у себя именно широкие орнаменты не тонкими линиями а именно вот такими широкими тогда вы сами поймете что да будет смотреться поверьте я пробовала разные красивые у меня там есть всякий ажурный теряется рисунок каша мала получается не советую ну вы сами вот если вот это сейчас сделать она будет просто каша мала некрасиво вот именно должен быть широкий кстати надо как-нибудь попробовать вот это дерево сделать да тут такие пластины я вот уже все хочу попробовать у меня просто физически ни рук не хватает ни дней чтобы все это сделать так продолжаем с черным чуть-чуть со смещением не надо там прям фанатично как-то там переносить чуть-чуть со смещением черный сейчас сейчас я подумаю вот отлично сейчас я вам покажу и вы все поймете как это красиво смотрится это офигенно смотрится девочки значит смотрите я надеюсь что камера сейчас она она будет в резкости но вы потом я же вам все равно потом все обязательно сниму на фотоаппарат и на камеру вы детали все увидите значит ориентируйтесь на вот эту точечку но у меня в этом случае точечка просто слегка влево сдвигайте и получается вот красивый рисунок если это будет просто тонкие линии эффекта не получится должно быть именно вот широкий какой-то орнамент не обязательно цветы посмотрите что у вас есть всякие там орнаменты разные могут быть главное чтобы они были широкие тогда эффектно смотрится вот реально тот черно-белый он должен быть именно широкий я думал за страз налепить некрасиво получается тут должно быть видно белое с черным вот должен быть виден этот переход от черного к белому а страз закрывает черное но не эффектно то есть смотрите какой сам по себе палец красивый получился потом я смою всю эту грязь обязательно вам все сниму конечно тут у меня есть свои погрехи ну потому что рисуночек он широкий и прям где-то чуть хуже перенеслось ну и тут это не важно это очень красиво смотрится мне очень нравится вот прям вообще советую вам это повторить ой что-то тут жидкости много осталось наверное плохо перенесется посмотрим капнула жидкость для снятия посмотрим как она плохо перенесется а не нормально так что девочки классно классно попробуйте сейчас я тут прям такой вот прям точности вот если вы чуть-чуть куда-то ничего страшного все равно будет красиво на слоение ну сейчас понимаете руки грязные это некрасиво смотрится я не использую вот это вот который вокруг кутику потому что это гель-лак мне это не нужно просто мне проще жидкостью все промокнуть чем клеить эту ленту я считаю что на гель-лак это трата времени и сил вообще мне проще снять жидкостью для снятия липкого слоя вот эту грязь знаете как красиво пальцы смотрятся даже вот эти грязные но потом я вам все сниму вы все поймете этот маникюр не сложный он вообще не сложный но он очень эффектный вообще потому что это классика классическая знаете черный белый красный белый красный черный это классика сочетание это прям для стемпинга это просто идеально просто лак сочный лак очень пигментированный и шикарно сочетается с белым и с черным просто бомбезный лак конечно всем советую не знаю я довольна девочки и лаком и пластина этой шикарной пластина вообще бомба здесь хорошая гравировка то есть все супер переносится то есть девочки это все супер мне нравится так я что-то это я смотрю девочки вы сейчас упадете я на эту намазала и смотрю у меня не совпадает рисунок какой штампик не совпадает в другую сторону смотрит а я думаю что это такое почему вот на правую руку видите заболталась с вами надо не перепутать направо в другую сторону но если у вас другой рисуночек ничего страшного сделать как я раньше делала и без зеркального ничего страшного все оно красиво будет смотреться главное соблюдайте ширину возьмите широкий рисунок не то что широкий рисунок с широкими линиями рисунок и все и будет супер прям попробуйте я вам точно говорю будет супер у вас красиво спасибо мне понравилось именно сочетание что красный давайте я вам мизинец сделаю красный с черным классно смотрите ничего сложного вообще ничего сложного просто бомбезно я вам говорю здесь грязью ничего не видно но мы с вами очень красиво жалко будет смывать как красиво все видите на самом пальце даже да ой не хочет резкость брать вот как это вот здесь все видите с тени получил даже грязь красивая берет а вот хорошо даже грязь на пальцах какая эффектная не знаю я прям вообще этот лак красный мне прям вдохновил на нем все супер смотрит бомбезный так с разговорами забываю все почистить видите болтаю с вами вечно не то перенесу вообще так остался большой пальчик отлично так так отлично девочки посмотрите как это круто это круто это вообще ой а зачем а в указательный еще еще я решила что у меня только большой остался совсем уже ку-ку я просто так балдею от этого процесса сегодня мне прям вот все нравится все гармонично все гармонично и шикарно девочки все сейчас указательный доделаю и вторую руку уже сделаю без записи чтобы нам не делать нереально длинное видео я думаю что вы все поняли так отлично посмотрите как круто здорово девочки посмотрите это бомба не знаю мне очень нравится я что-то прям вообще довольная при очень довольна так ярко я обожаю яркие ногти все девочки я сейчас быстренько наваяю правую руку я бы вот так даже ходила с кожей у меня даже как татуировка ну так круто смотрится вообще в общем сейчас я быстренько сделаю и мы с вами перекроем все топом все девочки я закончила просто супер получилось я уже довольна сейчас когда смоем всю грязь будет понятно хочу сегодня топом вот этим винилиса родным намазать но сразу предупреждаю я буду делать два слоя потому что широкий рисунок и наслоение двух скажем так простых лаков на гель-лак поэтому защищать я буду двумя слоями сегодня то что если бы был бажурный рисунок в один слой можно одним а когда у меня наслоение на стемпинг я всегда делаю два слоя значит этот топ очень классный у него такой блеск обалденный значит смотрите но он значит не он без липкого слоя его снимать не надо но так как я сегодня ну в смысле не то что сегодня в смысле я испачкала ног конкретно кожу конечно я буду сейчас тереть как обычно жидкостью без липкого слоя просто буду сами пальцы чистить но так как попадет на пальцы ничего страшно потому что это гель-лак ничего с ним не случится но если вы не будете делать стемпинг и вдруг решите попробовать этот топ с ним кстати и пудра нормально смотрится просто я считаю что для пудры лучше лак сапфир вот он видите он у меня застрял я его заказал он никак мне не дойдет я сразу заказала две штуки потому что я очень люблю хром пудру а извините каждый раз ждать по полтора месяца мне проще два сразу заказать но никак они мне не дойдут но на этом тоже неплохо смотрелась пудра по сравнению с тем что какой-то я брала китайский тоже без липкого на нем вообще ужасно смотрится то есть на вот этом тоже нормально смотрится пудра хром пудра сапфир он вообще обалденно смотрится пудра именно пудра хром пудра то есть сапфир он как топ слабоватый именно в плане держания я больше люблю конечно от коди вот но сегодня хочу сделать винилису мне очень понравился у него блеск классный все сушим в лампе и потом я сделаю второй слой и мы с вами снимем всю грязь девочки посмотрите все я нанесла два топовых покрытия оно видите не липкое потому что оно без липкого слоя то есть тут не надо снимать липкий слой но мне нужно смыть грязь поэтому я беру свою жидкость для снятия липкого слоя и просто мою руки вот так вот потому что лак вот видите как быстро хотя здесь черный обычно черный такой похуже смывается то есть особо по ногтям смысла нет ну тут кутикулы надо получше протереть о видите вообще девочки я прям счастлива прям балдеют сегодняшнего маникюра сейчас быстренько все сниму девочки посмотрите как это круто даже на коротких ногтях вы видите да что у меня все в зеркальном отображении вот так вот не забывайте если вы будете многие девочки я знаю моя подписчица заказали эту пластину когда я еще в тот раз ее вам показывала поэтому может быть если к вам она дошла то вы можете уже повторить именно вот с этим рисуночком это пластина м да поэтому может уже у моих подписчица есть эта пластина поэтому вы прям можете с этого именно этот рисунок повторить но я уверена что вы сможете подобрать подходящий потому что наверняка у вас есть что-то подобное с широким рисуночком мне лично очень понравился сегодняшний дизайн я с удовольствием буду ходить с этим маникюром мне очень понравился лак девочки прям вообще хороший топ такой блестящий не знаю я очень довольна и пластиной и лаком пишите как вам мой маникюрчик понравился или нет с удовольствием отвечу на все ваши вопросы до новых встреч и Продолжение следует... 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 Поэтому, девчонки, прошел он отличный экзамен двумя неделями. Даже жалко смывать, но просто из-за того, что яркий лак уже неприлично, я не могу, когда так много отросло. Я уже сейчас буду снимать его. Так что вот так вот, девочки, я довольна. Лак рекомендую. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...